7 ноября состоялось очередное еженедельное совещание администрации. В начале совещания все присутствовавшие почтили минутой молчания память погибших при пожаре в кафе «Полигон». По официальным сводкам Межмуниципального отдела МВД России Буйский, за прошедшую неделю зарегистрировано 165 сообщений. Из них 19 краж, 11 мошенничеств, 5 нанесений телесных повреждений, 7 ДТП, 6 некриминальных смертей. По административной практике зарегистрировано 201 сообщения, из них по линии ГИБДД – 110, 30 фактов появления в общественном месте в состоянии опьянения и распития, 25 случаев за неуплату административного штрафа. Как отметил директор Буйской ЦРБ Игорь Нефёдов, заболеваемость в городе Буй за предыдущую неделю снизилась на 50% и составила 81 первичный случай. Прививочная кампания против коронавирусной инфекции продолжается двумя способами – обычным и интраназальным. Заместитель главы по социальным вопросам Татьяна Попова отчиталась заболеваемости коронавирусной инфекции в городе Буй и Буйском районе. Заболеваемость снизилась почти на 100%. В стационаре проходит лечение 2 человека, амбулаторно – 3 человека. Директор организации тепловодоканала Риса Золотова доложила, что на сегодняшний день запасы угля составляют 46 тонн. На прошлой неделе занимались ремонтом изоляции по адресу Максима Горького, 97, Социализма в районе 2, 16 и 18. Устранили утечку на теплотрассе в районе улицы Ленина, дом 6. Устранили утечки на водопроводе по адресам Октябрьской революции, 55, Авраженная, 61, Социализма, 31. Занимались прочисткой самотечной канализации. Цветность воды в реке – 126 градусов, в город вода подается – 19 градусов цветности. Директор предприятия «Дорожник» Роман Косарев отчитался в проделанной работе за прошедшую неделю. Занимались уборкой мусора вдоль дорог и тротуаров, автобусных остановок, выполнен демонтаж понтонного моста, занимались мелким ремонтом дорожных знаков, провели механизированную уборку тротуаров. Директор предприятия «Спецкомсервис» Дмитрий Хазов отчитался в проделанной работе за предыдущую неделю. Занимались заготовкой дров в бане, осуществили ремонт печи в бане в поселке Саламы, завершили ремонт колодца по улице 11 годовщины октября 47. Генеральный директор организации ООО АТП города Буй Николай Мельченко доложил, что за прошедшую неделю срывов и сходов автобусного движения по городу не было. От пассажиров поступило две жалобы от жительниц города по теме перевозки детей. Все жалобы рассмотрены и решены. На ремонте сейчас находятся два автобуса. Предприятие работает в штатном режиме. Начальник отдела образования Ольга Валенкова отчитала статистики заболеваемости в образовательных учреждениях. По заболеваемости ОРВИ в детских садах 110 детей заболевших. На карантине сейчас находится по одной в группе в детском саду номер 3 и в детском саду номер 6. Вакцинация против гриппа продолжается. Привились 461 работник образовательных учреждений. Дошкольники – 303 ребенка. Учащихся школ – 855 человек. Ревакцинация от ковида. Коллективный иммунитет составляет 50%. 255 – привитых. По теме мероприятий. До 20 ноября проходит Всероссийская Олимпиада безопасной дороги. С 11 ноября начинается муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по всем образовательным предметам.